МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Более 100 тысяч фактов нарушений в сфере оказания государственных услуг выявили специальные мобильные группы. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов провел заседание региональной комиссии по противодействию коррупции. Вторжение роботов в Караганде. В шахтерской столице стартовала масштабная научно-интерактивная выставка роботов. Жители Караганды ждут 50 новейших роботов со всего мира, а также 5 зон виртуальной реальности. 300 спортсменов пробежали по центральной улице Караганды в поддержку предстоящего полумарафона «Армангажол-2018». За месяц до старта в шахтерской столице провели флешмоб под лозунгом «Я могу, я бегаю, ты с нами». Более 100 тысяч фактов нарушений в сфере оказания государственных услуг выявили мобильные группы, созданные совместно с областным филиалом партии «Нур-Атан». Такие данные были приведены на очередном заседании региональной комиссии по противодействию коррупции, которую провел Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. «Страна без коррупции – процветающая страна». Так называется проект, разработанный партией «Нур-Атан». Программа противодействия коррупции предусматривает до 2025 года сформировать в обществе идеологию нулевой терпимости коррупции и искоренить ее как явление. В новой доктрине партии прямо сказано, что борьба с коррупцией является задачей всех и каждого. «По инициативе Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по области созданы мобильные группы, в состав которых входят представители различных категорий общества, в том числе члены партии «Нур-Атан», Общественного совета по противодействию коррупции, сотрудники Департамента, представители ЦОН, Палата предпринимателей и СМИ». Кадиша Успанова отметила, что совместные мобильные группы провели множество встреч с жителями области. Проведено 240 выездных общественных приемов населения. На основе заключенного меморандума мобильными группами были осуществлены выезды по изучению оказания государственных услуг. Выявлено более 120 тысяч фактов нарушения. «Наиболее частые нарушения допущены отделами образования Актогайского и Жанаркинского районов. Большое количество нарушений, выразившие в оказании госуслуг при неполном пакете документов, допущенных в сфере ветеринарии. Так, к примеру, в ветеринарной станции Улутауского района 109 546 услуг оказано при отсутствии полного пакета документов, что составляет 88% от общего числа выявленных нарушений». Первый заместитель председателя областного филиала партии также сообщила, что в результате совместной работы в целях цифровизации процессов в госорганах рекомендовано рассмотреть возможность внедрения соответствующих программ. Уже в нынешнем году в Караганде будет запущена программа, позволяющая полностью автоматизировать процесс первичного приема заявок на получение квартир. О необходимости скорейшей реализации программы по цифровизации говорил и о Кимомнасе Ерлан Кушанов. Глава региона особо подчеркнул большую роль партии Нур-Атан в популяризации электронных технологий среди населения. «Вот по здравоохранению, вот Даму-Мед, вы правильно сказали в конце рекомендации, но вы перед нами ставите задачу. Вот помогите, вот эти факты. Вы должны нам помогать. Всего на сегодня по стране сколько? 122 тысячи или 130 тысяч уже? 134 тысячи человек только зарегистрировались, работают вот с этим мобильным предложением. Я подключил всех вот, чиновников всех уровней. В первую очередь они зарегистрировались там, работают. И такую работу ежедневно или еженедельно у нас сколько? 6-7 тысяч человек, да, где-то? До 10 тысяч. До 10 тысяч, сейчас уже до 10 тысяч. Вот здесь вы же должны помогать». Ерлан Кушанов отметил, что глава государства Нурсултан Азарбаев поставил задачу по обеспечению партийного общественного контроля над эффективным использованием бюджетных средств, качественной реализацией государственных программ. «И в борьбе с коррупцией именно партийцы должны быть в первых рядах», заявил Аким. «Мы не должны результаты оценивать не количеством проведенных встреч или проведенных мероприятий, а результатом, насколько у нас снижается уровень коррупции. Для этого какие меры мы предпринимаем? Если вот по данному моменту мы имеем мобильное приложение на сегодня, сколько человек регистрируется, и здесь именно Нурсултан, Сдирден, Безден, Сухан, Кандай, Глес, Косток. Я думаю, вот где источники коррупции, вот здесь везде должен быть Нурсултан». По итогам 2017 года за совершение коррупционных преступлений исключены из партии 16 человек, из них 5 – работники образования и один – из сферы здравоохранения. За несоблюдение кодекса этики члена партии и за нарушение внутрипартийной дисциплины в прошлом году наказаны 17 человек. В завершение совещания глава области призвал всех участников усилить профилактическую работу по искоренению коррупционных проявлений. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Новое гуманитарное знание. Преподаватели и студенты карагандинских вузов с нетерпением ждут выход первых 18 учебников, переведенных на казахский язык. 12 апреля в Астане состоялась презентация новых книг. Ученые нашего региона отмечают, что 100 новых учебников на казахском языке откроют для молодежи путь в светлое будущее. С начала нового учебного года студенты начнут знакомиться с лучшими работами авторов по таким наукам, как философия, общество знания, психология, экономика и менеджмент, религиоведение, лингвистика и культурология. По словам начальника отдела послевузовского образования Академии Булашах Елюжана Серимова, это лишь малая часть того, что делается во благо нашей молодежи. До этого момента Академия Булашах своими силами занималась переводами. Теперь появится доступ к учебникам мировых изданий, говорит доцент. Елюжан и Елемесул рады открытию Национального бюро переводов. Он считает, что лучшие учебники мира дадут возможность казахстанской молодежи учиться по лучшим мировым образцам. Рухани Жангару – это масштабная программа, инициированная головой государства. Она уникальна тем, что затрагивает все сферы жизнедеятельности. Время не стоит на месте, молодежь должна развиваться и идти в ногу со временем. Общественное сознание требует не только выработки принципов модернизации, но и конкретных проектов, которые могли бы позволить ответить на вызовы времени. И выход на казахском языке 100 новых учебников мира даст возможность молодому поколению развиваться и быть востребованными. На рынке Алтынарба в Караганде продавцы смогут получить бесплатную прививку от дифтерии и столбника. Там установят передвижной пункт вакцинации. Такая прививка входит в календарь вакцинации, и ее бесплатно получают дети. Как пояснила заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья Бульжан Байгутанова, на рынке трудится много мигрантов, которые могли и не быть привиты ранее. В передвижном пункте вакцинации можно будет получить бесплатную прививку от дифтерии и столбника. Пункт установят на рынке Алтынарба на следующей неделе. Акция приурочена ко Всемирной неделе иммунизации. Сегодня для медиков важнее всего объяснить людям необходимость вакцинации и рассказать о ее преимуществах, снизив тем самым количество отказов. Об этом медики сообщили на специальной пресс-конференции. Сегодня у нас, получается, за первый квартал 2018 года число отказников, это новых случаев отказов, достигло 130 случаев. Собственно, в течение года, вы знаете, что в связи с тем, что у нас сейчас возросло количество отказников, у нас работа с отказниками проводится уже в таком индивидуальном плане, она это постоянная работа. Но в связи с тем, что вот как бы неделя иммунизации, вот это вот все эти мероприятия будут проводиться более активно и более шире. Всего в Казахстане в календарь вакцинации включены прививки от 11 инфекций. Кроме того, по эпидемиологическим показаниям, можно получить бесплатные прививки от клещевого энцефалита и бешенства. Все вакцины, используемые в Казахстане, производятся в Европе. Прошли клинические испытания и апробацию в нашей стране. За время их использования не было зарегистрировано ни одной жалобы на качество препаратов, заявляют санитарные врачи. Андрей Дэнаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Молодые полиглоты собрались в Карагандинском государственном университете имени Букетова для участия в традиционном областном конкурсе «Тельдарн». Строгая жюри оценивает участников по степени владения казахским, русским и английским языками. Седьмой год подряд проводится областной конкурс на знания казахского, русского и английского языков «Тельдарн». Его участниками становятся молодые люди из всех районов области. Один из участников – старшеклассник Никита Савин. Он учится в 12-м классе Назарбаев интеллектуальной школы. Никита владеет тремя языками. В конкурсе он участвует не только ради победы. Я ожидаю, конечно, придя на этот конкурс. Каждый хочет победить, и я в том числе. Я хочу победить, но и также вывести для себя какой-нибудь хороший опыт. Потому что, по-моему, опыт – это важнее, так как опыт остается всегда с тобой на протяжении всей твоей жизни. В конкурсе принимают участие около 30 конкурсантов от 18 до 22 лет. Участники выполняют различные задания, которые показывают уровень владения казахским, русским и английским языками. Учитывается содержательность ответов, умение грамотно говорить в соответствии. Организаторы конкурса отмечают, что карагандинские полиглоты держат высокую планку в республиканском масштабе. Хочется с особой гордостью отметить, что Карагандинская область занимала два года подряд, это в 16-17 годах, призовые места. Это гран-при республиканского конкурса от Эльдарна. Это для нас на самом деле большая гордость, так как это признак того, что политика трехязычия в Карагандинской области в правильном направлении. Основная цель конкурса – поддержка и стимулирование молодежи в совершенстве владеющих казахским, русским и английским, а также пропаганда трехязычия и воспитание полиязычной личности. Победителей конкурса определяет жюри, в состав которого входят ученые-лингвисты. По решению судей участники награждаются дипломами, благодарственными письмами и денежными призами. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас. 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Широкомасштабная борьба с коррупцией проводится в областном департаменте внутренних дел. В актовом зале состоялось собрание личного состава аппарата ДВД, в рамках которого перед стражем и порядка выступил руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области Шатых Утеев. Для Казахстана преодоление коррупции является одним из главных направлений государственной политики, приоритетность которого четко обозначена главой государства. На встрече с полицейскими руководитель областного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Шаты Кутеев отметил, что коррупция как социальное явление продолжает существовать практически во всех странах мира, независимо от политического развития. Борьба с коррупцией в Казахстане определена в качестве одного из основных приоритетов государственной политики. Приоритетным направлением нашей работы, как и для всех правоохранительных органов, является, прежде всего, повышение уровня доверия граждан путем обеспечения открытости и прозрачности нашей деятельности, недопущение нарушений конституционных прав граждан, профилактика коррупционных правонарушений путем упреждения возможности ее проявления. Особую опасность коррупции представляет в сфере обеспечения общественной безопасности, так как именно сотрудники правоохранительных органов в случае проявления коррупции и других незаконных действий подрывает доверие общества к органам государственной власти. Руководитель департамента также напомнил стражам порядка о том, что наказание за совершение коррупционных правонарушений очень строгое. Он привел примеры по последним громким коррупционным делам. Шатык Утеев выразил надежду на плодотворное и эффективное сотрудничество с департаментом внутренних дел в сфере противодействия коррупции. В свою очередь начальник областного ДВД генерал-майор полиции Мергенбай Жапаров отметил, что борьба с коррупцией и укрепление законности и дисциплины среди личного состава – одно из приоритетных направлений деятельности департамента. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Учреждение АК-159-5 отмечает в эти дни свой юбилей. За 60 лет истории сотни и сотни людей прошли здесь социальную адаптацию и вернулись к нормальной жизни. А помогали им в этом служащие, которые династиями трудились в исправительном учреждении. Встреча давних коллег – это всегда сердечные приветствия и воспоминания. Каким бы ни был возраст друг с другом, ветераны всегда на «ты». А вспомнить есть о чем. В 1975 году, когда пришел в колонию, назначили меня заместительного начальника колонии по режиму оперативной работы. Колония была небольшая, вместимость осужденных небольшая была. Потом начало расстраиваться. Построили новые КПП, построили дорогу колонии, построили большие новые цеха. Построили двухэтажные казармы для осужденных. Быт улучшался, столовую новую построили. Вообще-то история АК-159-5 начинается с Карлага. Производство, сельское хозяйство кормили не только гражданское население, но и воинов советской армии, сражавшейся на фронтах Великой Отечественной войны. После реструктурализации 18 марта 1958 года и было организовано учреждение АК-159-5. С 1 января 2015 года в связи с введением нового уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан учреждение АК-159-5 стало учреждением чрезвычайной безопасности. Здесь содержатся особо опасные преступники. За все годы существования коллектив колонии не сдавал своих передовых позиций. Режим содержания данного учреждения чрезвычайной безопасности, лимит содержания 805 человек. Также на территории нашего учреждения непосредственно РГП выпускается продукция, как деревообрабатывающая, металлообработка, имеется мельница, пекут хлеб, выпускают макароны изделия. Также имеются участки шлакоблока, железобетонных изделий, выпуск непосредственно рубероида. Свою продукцию колония отправляла в шесть стран мира. И сегодня она занимает лидирующее место в Казахстане по производительности труда в подобных учреждениях. Конечно, главное направление – это перевоспитание через труд осужденных. Либерализация содержания вовсе не значит послабление. За каждое преступление должно наступить наказание. Но уважение между сотрудниками и отбывающими наказание дает возможность наладить доверительные отношения. Это ведет к уменьшению конфликтных ситуаций. В учреждении имеется школа, где они обучаются по 10 класс. Также приезжают с техникумов, они получают специальности в учреждении. Идет обучение прямо на базе учреждения. Учреждение АК-159-5 стало настоящей кузницей кадров. Этому способствовала производственная база колонии. Она – одна из лучших в системе исправительных учреждений Казахстана. Заслуженные награды были вручены в этот торжественный день ветеранам и сотрудникам учреждения. Концертная программа, которую подготовили артисты Дворца культуры города Абая, внесла теплоту в торжественное мероприятие, посвященное 60-летию учреждения АК-159-5. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В рамках акции «Я могу, я бегаю» карагандинские спортсмены пробежались по главной улице города. Акция направлена на призыв людей к участию в самом масштабном спортивном событии года – полумарафоне «Армангажол-2018». Среди 300 спортсменов был и чемпион мира по палеотлону Глеб Соболев. «Я могу, я бегу! Я могу, я бегу! Я могу, я бегу!» Под таким лозунгом 300 карагандинских спортсменов преодолели дистанцию от памятника Нуркина Абдирову до площади независимости. Данная акция нацелена на популяризацию здорового образа жизни среди населения. А кому, как не спортсменам, пропагандировать спорт и бережное отношение к здоровью. Среди 300 подающих надежды юношей и девушек были и те, кто уже успел оправдать надежды не только карагандинцев, но и всех казахстанцев. Это чемпионы мира по спортивной акробатике среди молодежи Амоскин Никита и Долганюк Анастасия, а также Глеб Соболев, который с триумфом вернулся с чемпионата мира по палеотлону. Глебу всего 15 лет, а он уже завоевал золото на одном из самых крупных стартов. Как признался спортсмен, почти все свое время он посвящает тренировкам, ну а оставшиеся своим хобби. Я рисую и смотрю аниме. Правда, это не всегда удается, так как тренировки имеют очень четкий план. Поэтому у меня в день максимум три часа свободных. Участники акции считают, что здоровый образ жизни нужно прививать с детства. Спортсмены отметили, что никогда не прочь быть примером для младшего поколения. Надо с детства им заниматься, чтобы показывать пример младшего, чтобы они повторялись за тобой и чтобы пошли на правильный путь. Полумарафон «Армангажол-2018» состоится 20 мая. Все желающие могут выбрать одну из трех дистанций – 7, 14 и 21 километр. Участвовать могут и самые маленькие карагандинцы. Для них предусмотрена дистанция в 2 километра. До этого масштабного спортивного события остался всего один месяц. Именитые спортсмены призывают граждан принять участие, чтобы испытать себя на выносливость. Нельзя не отметить, что в этом году для участников предусмотрен и внушительный призовой фонд. И будет призовой фонд очень большой – миллион тенге, мужчины и женщины. Поэтому есть смысл регистрироваться, есть смысл бежать. Потому что бег – это здоровье. Хотел бы всех казахстанцев, карагандинцев пригласить поучаствовать в нашем полумарафоне «Армангажол-2018». Следует отметить, что трасса полумарафона «Армангажол-2018» получила сертификат Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Соревнования будут обслуживаться национальными судьями высшей категории. Тоже Анлянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде произошло настоящее вторжение роботов. В шахтерской столице стартовала масштабная научно-интерактивная выставка роботов. Жители Караганды ждут 50 новейших роботов со всего мира, а также 5 зон виртуальной реальности. Тоже Анлянова с подробностями. У многих людей роботы ассоциируются с умными изобретениями, которые значительно облегчают человеческие жизни. Однако, посетив выставку «Робополис», карагандинцы могут убедиться в том, что робот может быть не только отличным помощником, но и хорошим другом. Практически со всеми роботами, представленными на выставке, можно пообщаться. Здравствуй, Борис! Здравствуй, покоритель Техномира! Борис, я тебя люблю! Мне кажется, что это взаимно. Этого милого робота зовут Борис. Он может поддержать беседу, рассказать анекдот и даже сделать комплимент. Интересных роботов, подобных Борису, на выставке «Робополис» не сосчитать. Каждый способен удивить, развеселить и очаровать посетителей. Организаторы отмечают, что главная задумка выставки – это дать возможность маленьким и взрослым притронуться к изобретениям будущего. В Караганду приехала большая интерактивная выставка роботов, в которой жители смогут не просто потрогать вещи из будущего, но познакомиться и поиграть с роботами со всех стран мира. Самое главное – наши интерактивные выставки мы подобрали все таким образом, что она будет интересна не только детям, но и взрослым. Робополис и вправду вызвал неподдельный интерес как у детей, так и у взрослых. В первый день выставку посетили люди со всех уголков области. Мы из города Абай приехали, и первым делом мы сразу же взяли детей, у нас две дочки, и приехали сюда. Девочки одной 15, другой 3, и для той, и для той было интересно, я хочу сказать. Ну и нам с другом тоже было очень интересно. Рады, что, конечно, в Караганду приезжают, что-то интересное, да, можно сходить в какую-то семью, именно досуг семейный провести. Я думаю, что это… Ну, я, например, друзьям посоветую. Пятилетний Саша пришел на выставку вместе с мамой. Пообщавшись с роботом-деревякой, мальчик пообещал себе, что в будущем он непременно будет собирать таких же разумных роботов. Я пришел на эту выставку посмотреть робота. Я деревяка. Мне очень понравился деревянный робот. Я буду собирать роботов таких же красивых, когда вырос. Нельзя не отметить, что на выставке, помимо общения с роботами, было множество других увлекательных занятий. Для посетителей организовали мастер-классы, театр роботов и зоны виртуальной реальности. Особенно зрителям запомнилось шоу «Молнии». Робополис – уникальная выставка. Здесь карагандинцы могут увидеть труды инженеров из США, Японии, Китая, Канады и многих других стран. Выставка посетит еще несколько городов Казахстана. В Караганде роботы пробудут до 20 мая. Увидеть захватывающий мир будущего можно в торговом центре «Арбат», который находится по адресу проспект Бухаржрау, 55-7, 3 этаж. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И в завершении выпуска еще об одном. Двухмесячник по санитарной очистке города стартовал в Караганде 9 апреля. В рамках акции пройдет 7 субботников и столько же чистых четвергов. Запланировано проведение двух областных субботников и двух городских. Один из них состоится в предстоящую субботу, 21 апреля. Городские власти призывают всех жителей шахтерской столицы принять активное участие в этом мероприятии. Также с наступлением тепла в городе начнутся ежегодные акции, пропагандирующие уборку придомовых территорий. Такие как «Лучший двор» и «Посади дерево всей семьей». О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных.